Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна Юэй. Как вы знаете, в пятницу президент Зеленский созвонился со своим американским коллегой Джо Байденом. И впервые Белый дом вышел на контакт с Банковой после избрания нового президента. У нас так представители власти радовались, что даже после заседания с НБУ пресс-брифинг решили не проводить. Видимо, пошли отмечать закрытые рестораны, которые открыты, понятное дело, только для избранных. Говоря о разговоре двух президентов, то официальные данные, о чем он был, крайне скупы. Но сам разговор широк для разнообразных толкований. Лишь одно было ясно совершенно точно. Данный звонок произошел на фоне обострения на Донбассе. И, скорее всего, именно им и был вызван, как в свое время, в 2017 году при Порошенко. Когда ему впервые тогда позвонил Трамп на фоне обострения в Авдеевке. Об этом я подробно рассказывала в пятничном блоге. Без этого повода, скажем так, молчание Байдена, скорее всего, длилось бы намного дольше. И все выходные у нас в Украине детально обсуждали призывы президента США к реформам всяческим и обещание Зеленского все сделать. Это и судебная реформа, и вопросы контроля над государственными компаниями. В общем, все, что интересует американцев для продвижения своих интересов. А вот проблема Донбасса на самом деле осталась за скобками. Ей ни Байден, ни Зеленский не уделили особого какого-то внимания. А делавшись лишь дежурными фразами о всесторонней поддержке Украины и осуждению российской агрессии. Давайте разберемся, как первый разговор между Зеленским и Байденом может отобразиться на ситуации, которая сейчас на Донбассе. А также поговорим о том, что произошло за эти выходные и куда все, собственно, движется дальше. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. На фоне достаточно большого обострения боевых действий на Донбассе, ни Банковая, ни Белый дом, подробностей в своих пресс-релизах по итогу разговора как-то не сильно много писали. В Вашингтоне заявили, президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Если же брать официальное заявление офиса Зеленского, то там тему Донбасса упомянули вообще чуть ли не вскользь. В пресс-релизе говорится, также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова, причем ближе к концу получается. У Байдена, кстати, тема Донбасса шла именно первым абзацом в релизе Белого дома. В своем пятничном видеообращении Зеленский тоже как-то так по верхам по вопросу Донбасса высказался и разговору с Байденом по этому поводу. Мы, ну то есть с Байденом, подробно обсудили ситуацию на Донбассе, президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России. Вот, собственно, и все. При этом оба президента более детально останавливались на других направлениях сотрудничества, в частности украинских реформ. Их обсуждение занимало, знаете, приоритетную часть всех официальных релизов и заявлений по итогу беседы. То есть, или по Донбассу действительно говорили малого, что не верится, исходя из понимания актуальности этой темы сейчас, или сказали то, чего не хотелось бы придавать огласке. Но вряд ли можно говорить со всей уверенностью, что президент США Джо Байден призвал Украину в ультимативной, скажем, форме вернуться к режиму прекращения огня. Потому что после звонка ситуация на фронте пока никак не улучшилась. А в неподконтрольных республиках говорят, что обстрелы наоборот усилились. 3 апреля в ИСУ сообщили, что под шумами, это в районе Горловки, где накануне погибли четверо военнослужащих, на менее неизвестного происхождения подорвался еще один военный. Также украинские войска сообщили, что противник обстрелял Красногоровку, после чего двое местных жителей получили ранения. При этом вчера, 4 апреля, Украина объявила на Луганщине танковые учения, что в контексте постоянных демонстраций силы с обеих сторон выглядит как новое повышение ставок, а не как попытка сгладить ситуацию. Сегодня, кстати, в социальных сетях тоже появилось видео о том, как на одном из железнодорожных вокзалов Украины, подписано, что это город Днепр, передвигаются танки днем. Так, чтобы все обязательно сфотографировали, сняли это на видео и выложили в сеть. Также информацию о танковых учениях на Луганщине опубликовали в Фейсбуке. И очевидно, что эти учения вызовут определенную напряженность в военных частях противника, да и в целом по всей линии фронта. Одновременно с этим в Телеграм-каналах продолжают публиковать видео массовых передислокаций украинской бронетехники, как утверждаются, из центральных районов на восток страны. Также идут слухи о наращивании российской морской группировки в Черном море. В российских Телеграм-каналах сообщают, что туда якобы направляются десантные корабли Северного флота Российской Федерации. Официальных подтверждений пока этому нет. В целом в Украине, а также среди российских экспертов, которые в оппозиции к Путину, активно продолжают обсуждать возможность наступления России. Причем не только на Донбассе, но и со стороны Крыма, со стороны Белгорода, на Харьков. Однако российские источники даже неофициально опровергают такую возможность и говорят, что речь может идти только о поддержке ДНР и ЛНР. Негласно, причем если на них будет осуществлять наступление украинская армия. И все нынешние передвижения российской армии это демонстрация готовности такую поддержку в случае чего оказать. Тем временем в ЛДНР заявляют, что 3 апреля обстрелы усилились. Причем по всей линии фронта. А в поселке Александровка, который находится в районе Углегорска и Янакиво, как сообщается, погиб ребенок 2016 года рождения, а его бабушка была ранена. Так утверждают в ДНР по дому, где жил ребенок, отбомбился украинский беспилотник. Вчера появилось фото этого мальчика, его звали Владик Шихов, а также видео с его бабушкой. Женщина, которая живет на неподконтрольной территории, рассказала, что ребенку при взрыве оторвало ногу и обвинила во всем украинскую армию. Киев официально эту информацию и ситуацию никак не комментирует. При этом Российская Федерация сохраняет жесткую риторику и обвиняет ВСУ в смерти мальчика. Заявления звучат на очень высоком уровне, например, от главы Госдумы Володина и от пресс-секретаря Путина Пескова. Спикер Госдумы Володин обвинил Украину и лично Зеленского в трагедии и даже призвал исключить Киев из ПАСЭ. То есть продолжаются заявления и о гибели мирных людей, проживающих на неподконтрольных территориях. К конца марта заявляется уже о нескольких подобных случаях. А также, как видим с вами, друзья, не прекращаются военные парады украинских и российских войск. Даже после звонка из-за океана эшелоны танков куда-то передвигаются, судя по всему, к линии фронта. Но нет ответа на вопрос, о чем же тогда говорили Байден и Зеленский. Есть на самом деле несколько предположений. Начнем с наиболее радикальных. Первое. Байден дал понять, что США всячески поддержат наступательные действия украинских войск на Донбассе. Второе. Байден дал понять, что США поддержат шаги Киева по компромиссу с Россией по вопросу Донбасса. То есть, выполнение политической части Минских соглашений, обнистие, выборы, народная милиция, ну и все вот это. Оба эти предположения, скажем так, маловероятны. По той простой причине, что политика Вашингтона данные крайности, скажем так, последние годы не поддерживает. Поэтому более вероятно, что либо Донбасс обсуждался какими-то абсолютно дежурными фразами в плане того, что США всячески поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и выступают против агрессии Российской Федерации. Либо же прозвучало предупреждение от Байдена, чтобы Украина войну не провоцировала. То есть, если нападет Россия, то мы, в принципе, вас как бы и поддержим, но вы лучше не провоцируйте и в наступление на Донбасс не идите. Как это примерно могло звучать, все прекрасно помнят по опубликованным господином Деркачом пленкам. Там Байден, помнится, вычитывал Порошенко за спецоперацию, которая проходила в Крыму в 2016 году. В этом случае ситуация на Донбассе принципиально не изменится в сравнении с тем, что там происходит последние 6 лет после окончания активной фазы боев. То есть, войны как бы нет, но она как бы есть в виде велотекущего противостояния с периодическими обострениями и, к сожалению, человеческими жертвами. Но это на ситуацию на фронте стратегически никак не влияет. И, естественно, без какого-либо продвижения по политическому урегулированию. До сих пор это было выгодно американцам, потому что, с одной стороны, это позволяло продлевать санкции против Российской Федерации. С другой стороны, это исключило возможность разгрома украинской армии, что было бы вероятно в случае активной фазы боев. С третьей стороны, это давало американцам передышку и возможность давить на украинские власти касательно реформ. Эй, ребята, где реформы? Проводить реформы и таким образом усиливать внешнее управление. В случае большой войны реформы в Украине, которые продвигали бы интересы Соединенных Штатов Америки, проводить было бы невозможно, согласитесь? Ну ладно, возможно, если очень надо получить транш МВФ, но крайне проблематично. Есть теория, что сейчас концепция поменялась и Вашингтону выгодна большая война. Чтобы сорвать достройку Северного потока-2 и вести против России более жесткие санкции, например, отключить их от SWIFT, а заодно сделать украинские власти и Украину, в принципе, еще более зависимой от американцев и американской поддержки. Но это пока теория, будем очень надеяться, что она не воплотится. Потому что воевать-то в таком случае будут на украинской территории и гибнуть будут украинские граждане. А людям очень бы хотелось на самом деле мира и стабильности. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна.юэй. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Не пропускайте новые блоги для того, чтобы знать больше, чем те, кто ясно-понятно не смотрят. Также я напоминаю о том, что сегодня понедельник и на нашем канале выходит программа Люди. Не забывайте ее тоже смотреть. Она для людей и про людей. Своим мнением об этом выпуске делитесь в комментариях под видео. И совсем скоро с вами снова увидимся. Пока.